Я поняла, что сто лет не была в прямом эфире. Ну, в плане просто так, потому что у меня сейчас проходил мой онлайн-семинар по структуре практики. Я с ними постоянно была в прямом эфире, поэтому вообще забивала на прямые эфиры на своей основной странице Яна Нирвана. Вот, а сейчас у меня есть время и решила выйти к вам в прямой эфир. Что вам рассказать? Ну, во-первых, я прошла, провела свой первый онлайн-семинар именно, недельный. Вот, он был посвящен построению практики хатха-йоги, и все прошло очень успешно. Ну, по крайней мере, я так считаю. Вот, ну, по крайней мере, отзывы мне тоже несколько человек оставили, что они довольны. Вот, буду этим форматом заниматься больше. Вот, мне постоянно просто постоянно спрашивают о том, буду ли я проводить занятия онлайн. Нет, по крайней мере, я не планирую их проводить. Там я не знаю, как у меня жизнь сложится, но надеюсь, что они сложатся так, что мне придется проводить занятия онлайн. Потому что надо наблюдать за тем, как люди практикуют. Вот, они проводятся онлайн, потому что люди обычно думают, что они делают одно, а на самом деле они делают другое. В результате они себя калечат. А вот, что касается именно теории какой-то в йоге, теории, то я считаю, можно проводить онлайн, потому что, например, когда я провожу какие-то семинары в Москве по теории, многие мне пишут, что там, у них такой информации никто не дает, и они бы с удовольствием там присутствовали, но просто не имеют возможности, да, не покупать же им билет там, ради одного какого-то трех часов семинара. Вот, что вам еще рассказать. Из последних ярких событий в моей жизни, кто не знал, то я еще являлась уже в прошедшем времени тренером по грудничковому плаванию на протяжении четырех лет. Я работала с детьми, с грудными детьми. Вот, Юре пять лет с половиной. Это очень важно в этом возрасте эта половина. Вот, и совсем-совсем недавно приняла решение, что я покидаю это направление такого грудничкового плавания. Это было, конечно, легко принять это решение, потому что я четыре года плотно очень этим занималась. Это моя была основная сфера деятельности. И мало то, что, в принципе, я люблю детей, мне нравится этим заниматься, и еще это приносило очень хорошие деньги. Вот, потому что, что касается детей, все дорого, да, и, естественно, я зарабатывала на этом очень хорошо. Вот. Но я приняла волевое решение, что все, я не успею, не смогу успеть. И сейчас у меня ребенок вырос, и я стала больше заниматься им. Мы ходим на разные там кружки, занятия, и вообще, в принципе, с ребенком можно больше времени проводить. Вот. И больше у меня стало йоги именно в жизни, поэтому больше... В общем, я ушла из грудничкового плавания. Это было нелегко, но когда я все-таки приняла это решение, то мне как-то полегчало на душе. Вот. И я рассказывала уже такую мою теорию, что если не знаешь, какое решение принять, вот. И прям мысленность... Только вот тут нужно и воображением и самовнушением очень хорошим обладать, мысленность себе сказать, что ты реально там, допустим, принял это решение, в это искренне поверить и понаблюдать, как ты себя чувствуешь, хорошо или нет. Вот. Если хорошо, значит, так и надо действовать. Если нет, значит, не надо так действовать. Ну, в общем, я этой темой пользуюсь, и она реально помогает. Что еще вам рассказать? Насчет своей руки. Кто не знает, но об этом знают почти все, то меня упустила в субботу на братике в парке оса в руку. Ну вот, она уже почти цела. Она еще немножко совсем... Немножко совсем опухшая, но уже почти не отличается. Вот это вот моя сломанная рука, вот это вот моя не сломанная. Вообще, ну, такая сразу худой кажется. Короче, у меня упустила оса практически первый раз в жизни. Меня кусала она, там, я не знаю, только в детстве совсем, там, в 3-4 года. Вот. И это мой был первый опыт, и у меня была ужасно раздувшаяся рука. И мы поехали в больницу, мне там предложили сделать укол гормона. Я не хочу делать укол гормона, но я просто спросила, я же не умру, как бы, от этой руки. И мне сказали, что ты не умрешь, но может проходить до недели. Я сказала, не, лучше неделю ходить с опухшей рукой, чем гормон себе колоть. Вот. И ходила, я, короче, с опухшей рукой взять 3 дня. Ну, все сложилось хорошо. Все, видите, рука у меня прошла. Все живы-здоровы. Что еще вам рассказать? Ну, расскажу еще, что в ближайших планах у меня, кстати, по карте желаний, она есть на ютюбе. У меня все задают вопрос, кто-то не успел посмотреть. Забивайте на ютюб. Яна Санжаровская. Яна Санжаровская. Карта желаний. И там будет запись, которую я проводила еще в декабре, по-моему. Вот. Поэтому посмотрите, там все то же самое, что я говорила вот сейчас, недавно в прямом эфире. Этот эфир я сохраню, да, ну просто тут ничего информативного нет, но я его все равно, наверное, сохраню, если никакой-нибудь не случится эпик фейл во время этого эфира. Еще для меня открытие, но это так, чисто для девочек. Короче, я всегда мечтала сделать маникюр, все с таким матовым покрытием, вот. И думала, что какой специальный должен быть лак. Ну и как-то никогда не спрашивала, когда делала маникюр в салонах, а сегодня мне делали маникюр, я говорю, слушайте, у вас есть такой матовый лак. Они говорят, а это не лак, это такой, ну, сверху вот когда делают, лак наносят, потом сверху наносят, и он матовый должен быть, и у нее такой был. И, короче, сегодня, если я сделала маникюр мечты, он матовый. Я такая счастливая. Так, в нашем эфире вопрос. А из-за чего у вас прыщи на лице? Не в обиду вам. Просто у меня так же не могу понять причину. Знаете, я тоже не могу понять причину. Прыщи у меня примерно с 12 лет. Вот, как бы так и живем. Он быстро пачкается. Но мне сказали, что матовый топ быстро пачкается. Короче, что есть матовый топ для темного лака, есть матовый топ для светлого лака. И вот если светлый лак покрывает матовым тоном для темного лака, то он пачкается. А если, говорит, как для светлого лака, то не пачкается. Ну, не знаю, посмотрим. Вот я первый раз попробовала. Так, перед дыре красоту наводить. Да, я навожу красоту перед дыре. Завтра пойду красить волосы, потому что они уже очень у меня отросли. Вот. Поэтому завтра пойду красить волосы, сделаю маникюр. Но, в принципе, на этом и закончится подведение меня к ДРМ. А во время беременности были прыщи? А то мне говорят, рожают. Да. Знаете, короче, у меня были прыщи лет с 13. Потом мне рассказывают свою любимую историю про прыщи. Сейчас сразу народу станет больше смотреть, я вас уверяю. Вот, а говоришь, прыщи, 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 и людей прибавляется. Ну вот. Значит, были у меня прыщи там с 12-13 лет. Мне говорят, вот, часто начнутся месячные, извиняюсь за подробности, и прыщи пройдут. Значит, ждали мы месячные, начались месячные, прыщи у меня не прошли. Потом мне говорят, сейчас ты, когда начнешь вести половую жизнь, то прыщи пройдут. Я очень ждала этого момента, но я специально раньше не начинала вести половую жизнь, не волнуйтесь, начала вести половую жизнь, прыщи не прошли. Потом мне говорят, сейчас ты родишь, и тогда прыщи пройдут. Я родила, и прыщи не прошли. Потом мне говорят, ну все, тебе никогда не пройдут прыщи, потому что я такая кожа, и надо просто всю жизнь с ними бороться. Я как бы это еще в 12 лет поняла, но мне все равно говорили, что нет, у тебя все пройдет, ничего у меня не пройдет. Но жизнь у меня складывается, несмотря на прыщи, очень удачно, очень удачно, так удачно, что я даже себе не представляла. Поэтому фиг с ними, с этими прыщами. Так, Яна, вы ревнивы, если у вас мужчина при вас засматривается на женщину, как вы отреагируете? Ну, прям, чтобы прям сильно засматриваться, наверное, я не очень отреагирую. Я скажу, ты что засматриваешь, совсем что ли? Вот, ну как-то даже, короче, я скажу, больше не засматривайся. Я даже такого себе естественно представить не могу. Но Сережа очень обожает женское внимание. Он, например, когда мы часто с ним находимся в обществе очень симпатичных, красивых девушек, вот, и он очень активно с ними общается. Ну, знаете как, я как-то смирилась с этой чертой его характера, потому что вот он прям, я вижу, что он прям, знаете, цветет и пахнет. Вот если вокруг Сережи куча девушек симпатичных, и вот он особенно, если один мужчина в окружении симпатичных девушек, а у нас в России это очень частая ситуация, то просто Сережа цветет и пахнет, он просто, у него настроение повышается. Я думаю, ну как вот лишать человека вот такой вот, как бы, такого удовольствия. Поэтому я забила, короче, на эту тему и думаю, господи, пусть он, в общем, наслаждается. Но так, чтобы прям засматриваться, то нет. Ну, не могу сказать, что меня это прям задевает, вот, потому что я очень хорошо знаю Сережу, и я просто знаю, что, ну, лучше меня, как бы, ну, сами понимаете, в общем, не найти ему. Поэтому пусть, пусть для него лучше меня. Я не считаю, что я лучше других, просто я считаю, что для него я идеал. тем более, как обычно, я блеснула своей скромностью. Так, молодец, что смирилась. Это мудрость прям, он же не лапает их. Ну, да, как бы, если, например, совсем далеко бы дело зашло, то, конечно, наверное, я бы как-то, в общем, высказала, а так, как бы, я просто смирилась. Вы всегда носите браслетожемчик или дома снимаете, резинка не растянулась? Вообще, всегда носила браслетожемчик, до последних трех дней, когда меня укусила оса, я сняла все браслеты, на всякий случай, вот, но резинка растягивается, да, поэтому периодически я эти браслеты меняю. Так, почему волосы не рыжие? Потому что краска смылась, я красилась два сна, месяца назад, вот я завтра пойду краситься и снова сделаю рыжие волосы. Расскажите, пожалуйста, про вакуум, а лучше покажите. У меня есть вакуум, причем два очень хороших видео, вбиваете в поиск YN Yoga Practice и ищите там вакуум. Я стою там в полный рост и, скорее всего, на заставке ищу и мой живот. Вот так это пишется. Сейчас я вам напишу. О, не Yoga Practice, а YN Home Practice. Вот так это пишется, по-моему, Practice. Так. Вчера купили Юрия Мишек, Хариба, он их очень просил у Лены. Знаете, дети обладают какой-то потрясающей, вообще суперспособностью понимать, что если что-то вредно или если это какое-то слово плохое, то оно им очень нужно и оно им очень нравится. Вот, например, Юру кое-кто, не будем показывать пальцем, это была не я, сводил в Макдональдс пару раз, причем, знаете, как специально на это не делай акцент никакой, что это секрет, то есть если человек не делал акцент, что это секрет, что это нельзя, то естественно ему будет хотеться. То есть специально не делай никакого акцента на этом и ему нравится. То есть либо он слушает какие-то слова, ну типа плохие, и он сразу их запоминает. Ну и все в таком духе. То же самое с Хариба. Видимо, где-то Юра попробовал этих мишек Хариба и теперь все, ему нужны эти мишки Хариба. Почему после медитации плакать хочется, может быть такая реакция? Потому что, ну, во-первых, медитация, что это? Медитация, это есть осознание, ну того, если ты реально как бы впал в медитацию, то это есть осознание того, что ты есть дух. То есть ты, наконец-то, а что по осознанию, что ты есть дух, ну как я это понимаю, что ты, наконец-то, вот встретил себя. Знаете, это такое, вот так вот я себя писать, это встреча очень близкого и очень родного человек который абсолютно тебя знает полностью писать и вот вы идете по улице и увидели этого человека и он тебя полностью понимает кто ты что ты почему ты как у тебя все что тебе захочется захочется обнять и плакать да то есть вот от души и примерно то же самое происходит шагом медитации но если ты именно медитации он вот это вот встречает себя и настолько это наполняет его и настолько ему становится как бы хорошо что вот слезы это первый вариант второй вариант это идет очищение то есть в принципе мы возможно у вас медитация на начальном уровне да вот как у меня тоже а то и начинает власть какие-то накопленные эмоции что-то накопленное и вот это выходит все из нас тоже нужно очиститься чтобы потом наполняться как-то так мы с мамой настолько разные ну знаете так со стороны то кажется что мы с мамой разные на самом деле мы не такие уж и разные мы на самом деле очень похожи вот просто у мамы более агрессивная подача материала вот и она выбрала такой имидж помимо наоборот а так внутренне ему очистнее похоже вы едите сейчас выпечку ну юра игра игра я тебя жду ли ты все наигрался юра после футбола в детской комнате что вдруг твой ушел уже двадцать раз помаши юр сюда прямой эфир у меня ты все наигрался тогда игра еще чуть осталось забыла чего говорила выпечка а значит поставки я была 20 14 дней я выдержал только две недели без муки и без сахара я стала меньше есть выпечки правда то есть как-то мне стало меньше ее хотеться то что я стала чувствовать насколько хлеб ну как у нас некомфортно становится от него все тоже мука это все просто залип липнет как бы внутри стало меньше в разы есть но я ем если ты веганская выпечка то есть там нету яйца из там нет сливочного масла к конечно я ем давно правда не ела но вообще ем карте желание рассказывала в инстаграме спасибо вот что еще хочется вам рассказать что на празднике 8 марта с 2019 года это кажется что далеко на самом это близко я проведу йогу тур уже третий раз на пхукете в таиланде и уже набирается группа пока еще маленькая но она уже набирается то что люди знают что авиабилеты они дорожают вот и кто хочет поехать поезжайте покупать сейчас авиабилеты то есть мне нужна предоплата но я даже говорю что если нет возможности сразу внести предоплату и оплату за ави и сразу купить авиабилеты то просто купите авиабилеты вот и потом уже скиньте предоплату там через через двух месяцев и чтобы я знала но для меня авиабилеты уже подтверждение того что у вас намерение серьезное что вы едете группа набирается йога тур на пхукет в таиланд яночка вас обожаю ваша мама умница что воспитала такую вас да а как же глютен в выпечке а как глютен выпечки так ну он там есть да я знаю я никогда не называлась оборцом против глютена но я знаю что глютен это плохо но я как бы не парюсь насчет глютена вот я в принципе я меньше выпечки мне не так важно есть в этой выпечке глютена или его там нету вот но если вдруг будет стоять два идентичных пирожка и в одном написано что есть глютен в другом нету я возьму где нет глютена но я над тем не парюсь потому что блин я и так настолько веду здоровый образ жизни что я считаю что можно расслабиться немножко по поводу глютена так что еще вам рассказать рассказываю что уже получается через месяц почти я еду в индию учиться вот и вы будете наблюдать за всем этим я буду что-то обязательно выставлять в индию кто не знает то я уже была в индию уже там училась вот и прошла первый учительский курс это называется в своей школе международной федерации йоги патанжеле и я пойду в ноябре туда на второй курс школе патанжеле в международный второй учительский курс вот чему очень рада потому знаете просто хочется вот отключиться и просто практиковать вот с утра до вечера практиковать и чтобы не было никаких незабот не хлопот полностью забить на всех забить на все и полностью отдаться практике и я так рада что ну я еду туда как бы одна то есть никого у меня с собой нету но я знаю практически половину тех кто там тоже будет учиться вот но знаете просто хочется посвятить себя практике и вообще ни о чем не думать ну и плюс новые знания это конечно очень хорошо но это для меня как бонус то есть для меня основной это просто полностью опынуться логическую обстановку и даже поэтому у меня день рождения день рождения кто не знает в четверг вот и я решила сделать себе такой подарок на день рождения поехать на йога выходные на йога дачу вот воскресенье вечером до приезжаем ой в пятницу вечером приезжаем воскресенье утром мы уезжаем и просто хотя бы день хотя бы сутки вот 24 часа просто посетить себя йоги и все так через сколько появилась гибкость а дело в том что они совсем показатель потому что я с детства занималась синхронным плаванием и нас там растягивали то есть я в принципе деревянная но так как меня с детства очень сильно растягивали только какая то гибкость во мне тоже было но посреди вот я бы я мастер спорта по синхронному плаванию это пока у меня была гибкость когда я получила мастера спорта по синхронному плаванию именно в 14 лет я сейчас гораздо гибче вот то есть я сейчас гораздо гибче чем в 14 лет когда я была на пике своей формы мастером спорта по синхронному плаванию что касается йоги тело стало раскрываться но она просто на исток а у меня раскрывается очень постепенно я не могу сказать что он был такой что по году меня было она растет раскрывается очень медленно и очень постепенно вот и в принципе она так постепенно постепенно раскрывается постепенно постепенно раскрывается но вообще люди которыми там не видны год в деле скажем так в практике асан подали меня вид вот мне говорят что войти путь а очень тело раскрылась мне хочется знать это есть время такая эта мысль господи когда сужу меня было раньше вот так практикуете ли если приболели ну нет то есть если у меня ну просто у меня в принципе всю жизнь был хронический гайморит всегда был заложен нос и очень много соплей по жизни то есть на нос не дышал вообще естественно практиковала то что это у меня было всегда круглогодично вот а если я например то есть реально приболела ко мне сильно горло болит или там не дай бог температура какая то нет в этот день я мне практикую но есть например вот у меня укусила оса и у меня была разбухшая рука я практиковал то есть это меня не останавливало то есть если общий состояние нормальная то да я буду практиковать была ли я в ашраме и хотела бы да то есть как бы ну а ашрам что это просто из-за фильмов и книг и книгу ашрам у нас приобрел такое романтическое какое-то восприятие вот но ашрам это в что это такое посажем здание здание в котором проходит проходит его духовной практике и есть место где там спать есть так далее вот эта учеба моя она и проходит в ашраме это называется ашрам да было и хочу еще и поеду то в ноябре как с отказом от глютена и сахара какие результаты да я это всего длилось две недели когда я отказалась не от глютена я отказалась оказалась отказался всей муки и от всего сахара я не ела ничего мучного никакую муку плюс ничего с сахаром то есть были фрукты я ела из фруктов только кислые яблоки замечательно мне было эти две недели очень хорошо нужно где-то после дня 12 мне стало тяжело и поэтому я планировала продержаться три недели продержалась только две в опытом времени сейчас уже будем завершить закругляться просто юра ждут сына своего результаты были такие во первых реальная почистилась хорошенько я почувствовала что мне хорошо стало и внутри как бы снаружи я подхудела у меня спали какие-то отеки приеме касты я была отекшая просто об этом не знала меня спали и самое главное что после этого меня так сильно хочется есть мучное и сахар то есть я почувствовала как без них хорошо вот и поэтому не так сильно стало хотеться но я не знаю надолго ли или нет но пока держится с прошел уже месяц получается вот и она держится так ну в общем то долг я перед отечеством выполнила я вышла в прямой эфир и теперь я с чистой совестью иду гулять своим ребенком скажу напоследок что сейчас этого сентября то не знала спала в начале эфира что я теперь не тренирую детей только йогой занимаюсь в плане работы но я больше время стала проводить со своим сыном я стала ну сейчас он подробно доводить его на кружки и так далее и мне прям я кайфую от этих дней домохозяйки называю я вожу ребенка куда-то на кружки я что приготовлю дома и в общем прям так хорошо ну конечно если бы это было с утра до вечера каждый день я бы не смогла так вот так вот иногда я рада что я сделала этот выбор эфир по карте желаний есть на ютюбе вбиваете яна санжаровская карта желаний любимый привет все всем пока пошли мы с ребенком гулять на детскую площадку